Евангелическая церковь Святого Маркуса в Берлине. Предполагалось, что здесь будет временное жилье для бежавших от войны в Украине. Но для 30 беженцев это здание стало их постоянным местом жительства. Найти постоянное социальное или недорогое жилье в Берлине сейчас практически невозможно. Анна Журавская смогла найти комнату на несколько месяцев, но сейчас ей снова пришлось вернуться. Она говорит, что чувствует здесь себя как дома. Она бежала с двумя детьми из Одессы еще в начале войны. Я боялась, когда мне говорили, едь, уезжай, бери детей, спасай детей. И я как бы переживала, что чужая страна, не знаешь языка, чужие люди, ну другой менталитет, да разные люди. Ну как бы да, очень близко, очень тепло, то есть. Волонтеры здесь посвящают все свое время помощи беженцам. Некоторых из них церковь взяла на работу для того, чтобы разбирать пожертвованные вещи и продукты, а также помогать с переводом на немецкий язык. Некоторые волонтеры родом из России, но здесь к войне отношения у всех одинаковые. И поддержка в трудные времена самое главное. У нас здесь места на 80 человек, если станет совсем тяжело на 100. Мы готовы и сделаем все возможное, чтобы помочь этим людям. Мы их обязательно примем, обязательно. С приближением зимы у городских властей Берлина началась гонка со временем. Так в бывшем аэропорту Тегель, который стал центром приема и распределения беженцев. Сейчас прибывающие из Украины регистрируются и временно проживают здесь, пока для них не найдут жилье, как в пределах Берлина, так и в других городах Германии. Две отапливаемые палатки в старом аэропорту Тегеля вмещают по 400 человек, каждая. Но они уже почти заполнены. Наша цель — достичь того, чтобы пребывание во временном жилье было недолгим, чтобы мы могли предложить людям место, куда они смогут переехать. Но сейчас поток беженцев намного превышает наши возможности предоставлять места, пригодные для жилья. Одна украинская семья уже смогла переехать в отдельную квартиру после нескольких месяцев пребывания в крошечной комнате с двумя младенцами. Для Юлии это огромный шаг вперед, но о том, чтобы чувствовать себя как дома, говорить пока не приходится, ведь в Украине остались родные. Да, мы живем здесь, мы живем в спокойствии, в мире, в тепле, в добре, а не там. А вот сейчас все равно между, потому что в данный момент живу реальностью. То, что я сейчас нахожусь здесь, с детьми, ну то есть мне сейчас надо создавать комфорт для их жизни. Учитывая скорое наступление зимы и затягивающейся войну, семье Юле повезло. Ведь уже сейчас сотни беженцев из Украины застряли в центрах прибытия в Берлине в надежде обрести новый дом в Германии.